Самарканд – город с трехтысячелетней историей. Здесь жили и творили великие мыслители и ученые. Здесь переплеталось разнообразие культуры и традиций. В городе проживают представители около 130 наций и народностей. И очень важно сохранить в Самарканде тот созидательный дух, которым пропитан город на протяжении веков. И не случайно именно здесь собрались представители 77 государств. Это строчки из обращения президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, участником конференции, состоявшегося сегодня в Самарканде, сохранения материального и нематериального наследия, актуальные проблемы и стратегии их решения. Послание зачитал премьер, министр Узбекистана Абдулла Арипов. В каждой огромной и важной работе иногда проявляются упущения или некоторые неответственные действия чиновников. Это беда, кстати, не только Узбекистана, это беда и других странств дружески, и в том, и России. Вот это неоправданная застройка. Но мне представляется, что позиция нынешнего руководства Узбекистана, лично президента, как раз она очень такая конструктивная, ответственная и направленная на то, чтобы максимально сохранить эти памятники для народа, для страны, для человечества. Своей приветственной речи генеральная директора ЮНЕСКО Одри Азуле произнесла следующее. Самарканд – своего рода центр культуры. Замечательное место, находящееся на перекрестке Великого Шелкового Пути. Это один из городов, о котором мы мечтаем, о котором знали еще до нашего визита. И даже не видя и не зная, мы с ним знакомы. Самарканд радует наши сердца. Он больше, чем просто эстетическое место. Здесь развивались наука, образование, культура, танцы, песни, традиции и интеллектуальные диалоги. Нам нужно объединить все усилия в деле его сохранения. Еще около ста лет назад в городах проживала меньшая часть населения, а сейчас это число достигло 75%. Важно определить наиболее верные тактики, что поможет сохранить наше наследие, которое должно быть передано потомкам и всему миру. Глава ЮНЕСКО выразила благодарность правительству Узбекистана за близкий диалог с международными организациями. Важно сказать, что Одри Азуле впервые в Узбекистане. После открытия фестиваля Шарта Рона Лары у нее состоится встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиоевым, где будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и сохранения культурного наследия. В последнее время Узбекистан всегда проявляет инициативу для проведения разных международных фестивалей и конференций, что дает новый толщок для развития культуры. И при участии таких вскопоставленных деятелей культуры организация такого фестиваля является очень важным и для развития культуры. И даже можно сказать, что культура может способствовать даже устойчивому развитию страны и экономики в целом. Каждый из участников рассказал, как налажена работа по сохранению материального и нематериального наследия в их стране. Поделился опытом восстановления памятников культуры. Я представляю корпорацию Культур Корпорейшн Интернешнл, которая связывает восточные страны. Наша основная цель – защита огромного наследия, того, что связывает Европу и Восток. Основа защиты заключается в том, чтобы придерживаться гармонии между современностью и стариной. Для меня большая честь участвовать в таком масштабном форуме и услышать мнение своих коллег. Ученые, разбившись на три секции, выступили с докладами на такие темы, как культурное наследие и городское планирование, правовые и нормативные механизмы на службе охраны всемирного наследия, а также сохранение культурного наследия в образовании с использованием информационно-коммуникационных технологий. Продолжение следует...